Добрый вечер! Добрый вечер! Идеологи из всех уголков Беларуси собрались накануне в городе Бресте. Тема для обсуждения – идеология в современных условиях. Участие в работе столь представительного форума принял и первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Александр Радьков. Следует отметить, что подобные семинары прошли уже во многих областях. На Брещене он получился качественным, информативным и ярким. Вывод, который сделали все участники, один – идеолог тогда успешен, когда убедителен. Подробнее в первом материале выпуска. Семинар – хорошая возможность встретиться, обменяться мнениями, обсудить актуальные вопросы, тем более, когда собираются вместе люди, отвечающие за столь важную составляющую, как идеология государства. Год 2014, как и последующие годы, отмечен важными общественно-политическими событиями. Выборы в местные советы депутатов, юбилеи освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, президентские и парламентские выборы, а потому брестские организаторы постарались сделать все возможное, чтобы мероприятие получилось не для галочки в отчете. В семинаре приняли участие представители республиканских органов управления, работники идеологической вертикали, местных органов власти, руководители областных организаций Беларуси, БРСМ, депутаты Палаты представителей национального собрания. Работало три секции, поэтому впечатление у участников было в три раза больше на конкретных объектах, показывали конкретную работу, поскольку суть идеологии не в голословности, ее фундамент – конкретика достигнутых результатов. Очень важно чувствовать этот пульс настроения. Ну и, конечно, в это время, когда идет политическая кампания, и формируются советы депутатов, районные, областные, поселковые, конечно, здесь надо всегда использовать этот момент, чтобы посмотреть, какие есть проблемы. Поднимают и вопросы экономики, сбыта, курса валют, процентных ставок. Ну, это жизнь. И, кстати, это апелляция к власти, понимая, что власть эти вопросы может решить. Ну, и, конечно, это дорогого стоит. В рамках семинара участники посетили общественную приемную Белой Руси, где встретились с молодыми членами организации. Александр Радьков неоднократно подчеркивал, что идеология должна быть у каждого человека и выражаться, прежде всего, она должна в ответственности за свое дело. Важной частью семинара и его изюминкой стало посещение 10-го ЖЭСа, где делегацию встречали члены домовых комитетов и ветераны. Разговор состоялся долгий, но конструктивный. Вопросы самые разные, но главное – чувствовалось обеспокоенность людей за судьбу своей страны, своего города, своей семьи. Это и есть идеология, это и есть настоящая работа с населением. Сегодня интересно, чем было в ЖЭСе. Это вот люди, которые, представители домовых комитетов, вот этих общественных объединений по месту жительства, они ведь с людьми напрямую. То есть вот она и днем, и ночью, и по всем вопросам, и по семейным, и по экономическим, и по дворику, и по детям, и по поддержке кандидатов в депутаты. Но это очень ответственные люди. Вот я благодарен сегодня брестским руководителям, что мы собрались и проговорили, что они чувствуют жизнь от быта, от квартиры, от семьи, от дворика. Это тоже очень важно понять, посмотреть, чем люди живут. Как продолжение и подтверждение тому посещение Брестского завода «Гефест», где государство, вкладывая в производство, модернизируя его, получает реальную отдачу от людей. А люди, получая достойную заработную плату, могут позволить себе жить комфортно и достойно. Это и есть видение современных реалий. Это и есть идеология на современном этапе. Именно об этом говорил глава региона Константин Цумр в своем выступлении. Задача государства, подчеркнул руководитель области, не создать рай для живущих в нем людей, а не допустить ада. Мы должны сделать все возможное, чтобы на земле не образовался ад. А все остальное можно будет жить и работать. А тем, кто в силу своих обстоятельств не сможет сделать это самостоятельно, я имею в виду продолжаемость о зарплате, создании условий и так далее, а государство будет поставлять свое плечо. Такую работу нужно проводить со всеми категориями людей и прежде всего в трудовых коллективах. Ведь отдача от тех амбициозных планов по модернизации, которые мы осуществляем, возможно только в том случае, если работники научатся работать в новых условиях. Ведь мы сегодня внедраем новое оборудование, новые технологии, создаем новые продукты. Все это требует от работника новых знаний, навыков, умений и, конечно же, другое отношение к производственному процессу. Во время пленарного заседания состоялся прямой видеомост с Академией управления при президенте Беларуси. А затем председатель Брестского обл. полкома Константин Сумар провел интерактивный прием граждан, жителей Малориты, Барановичей, Пинска. По мнению Брестского губернатора, такие интерактивные формы работы нужно развивать, поскольку они очень удобны и экономят время. В то же время виртуальный диалог власти и общества не должен полностью вытеснить живое общение. Это важно в любое время. Особенно это актуально в процессе важных политических событий. Сколько мы раз не будем говорить халва-халва, вортот это сладче не становится. Но наше слово должно подкрепляться делом. Тогда никаких проблем не будет. А также постараться обеспечить конструктивную атмосферу в трудовых коллективах, районах и городах области. Особо обращаю ваше внимание на содействие участия избирателей в голосовании. Президент страны сказал прямо. Надо попросить людей прийти и проголосовать. Используйте в работе потенциал наших конструктивных общественных организаций и объединений Белой Руси, БРСМ, Союза женщин, ветеранское афганское движение и других, с кем мы тесно взаимодействуем. Очень важно донести до избирателей правду о каждом кандидате, его возможностях как депутата в Совете. Без стержня, без гражданской позиции, без понимания задач развития общества, своей ответственности, невозможно правильно жизнь и общество обустроить. Поэтому как-то сегодня прозвучало, что идеологом должен быть и участковый, уполномоченный, потому что он представитель власти, кстати, в форме это делает, и представитель общественной организации. Вот электрик, который по домам ходит, вот из ЖЭСа, вот, ведь от того, как он себя ведет, насколько он ответственен в своем деле, ну, зависит и твое настроение, и в целом понимание общества и обустройства государства. Поэтому, конечно, дело должно быть прежде всего, ответственность должна быть. В жизни каждого человека семья – это дом, в который хочется возвращаться, это крепость, это стимул развиваться и радовать близких своими успехами. Особенно это касается детей, которые нуждаются в поддержке родителей. К сожалению, не у каждого ребенка есть папа и мама, готовы их выслушать и сказать нужные слова. Сегодня такие дети находятся под опекой государства, и в последние годы для этих ребят проводится целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы они снова обрели настоящую семью. Строительство детских домов семейного типа играет огромную роль в социализации таких детей и уже успела доказать свою эффективность. На этой неделе в городе над Богом и в агрогородке Огаревичи Ганцвического района были открыты детские дома семейного типа, в которых приемные дети обрели свою настоящую семью. Об ответственном шаге родителей-воспитателей и о впечатлениях о новом адресе расскажет в специальном репортаже Виктория Дрогобецкая. Детские дома семейного типа являются отличной альтернативой детских домов. В отличие от последних, в таком доме дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, обретают настоящую семью, в которой снова смогут произнести заветное слово «мама». На Брежне практика строительства домов семейного типа ведется уже давно, и сегодня их число достигло 33. В этом году такие дома планируются возвести в Луенецком, Малорицком и Вацевическом районах в городе Барановичи. С их появлением десятки детей опретут настоящих родителей и в полной мере ощутят тепло домашнего очага, дороже которого нет ничего в мире. Очень неотрадно сегодня мне говорить о том, что детки ежегодно находят своих родителей. Достаточно сказать, что из трех тысяч, которых у нас в области детей сирот и которые являются государством опекуном, сейчас уже в опекунских семьях проживает 1200 деток, 700, которые в таких приемных семьях находятся. Ну и в таких домах уже более 200 человек проживают, в таких домах семейного типа. Буквально на днях в Бресте состоялось торжественное открытие детского дома семейного типа по улице Воснецова. На новом месте жительства у шестерых маленьких ребятишек мечта о родительской любви и заботе воплотилась в реальность. Родители-воспитатели Галина Николаевна и Сергей Михайлович Смагины вместе уже давно и имеют двух родных детей. Признается, что на такой ответственный шаг взять под свое крыло еще шестерых малышей решились легко, так как оба чувствуют потребность дарить тепло и заботу и считают, что чужих детей не бывает. Я выросла в большой семье, у нас шесть человек в семье, у мамы шесть детей. Сестра у меня еще примером тоже стала, у нее трое своих сыновей и вот уже шесть лет она воспитывает восьмерых приемных детей. Как бы еще это тоже подтолкнуло. Они уже видят нас своими родителями, вот поэтому может быть и вот так вот все быстро. Ну и конечно заботу, они видят, как мы проявляем, как мы к ним относимся, то есть вот это, и они нам отдают свою отдачу. Символический ключ от нового дома семейного типа был торжественно вручен и многодетной маме Надежде Ерназаровой, жительнице городка Огоревичи Ганцевического района. Воспитывая шестерых родных детей, супруги Ерназаровой решили взять в свою большую семью еще пятерых ребят. Оба считают, что смысл жизни в детях и только в большой семье они научатся заботиться о родных и жить в согласии с окружающими. И родные дети их полностью в этом поддержали. Когда брали первых, как бы так загорелись. Потом уже стала такая немножко ревность. Ну как бы хорошо, отношения между моими детками и приемными довольно хорошие, разницы нет. Мы как бы всегда стараемся то, что разницы нет, что это братик, это сестричка нету там, это не родной, родной у нас все родные. На возведение двухэтажного коттеджа банковское учреждение «Беларусьбанк» выделило более 4 миллиардов белорусских рублей. Такова цена за счастливые лица детей, наконец обрезших долгожданную семью. Двухэтажный красавец с просторными комнатами, гаражом и благоустроенный для церванцов территорий сразу полюбился маленьким новоселом. С своими впечатлениями о новом месте жительства и девочки, и мальчики делятся с восторгом и с большим удовольствием. Нравится комната твоя новая? Да. А что нравится в комнате? Игрушки. Он самый красивый, теплый, уютный. Тоже красивый, очень нравится. Мне очень все-все-все. И гараж нравится. Кровать нравится, стол, стул и все игрушки. После торжественной церемонии открытия губернатор региона за чашкой чая пообщался с маленькими новоселами и вручил ребятишкам подарки. После гостеприимного приема в своем интервью глава области еще раз подчеркнул, что семья – это самое главное в жизни взрослого и ребенка. Самое главное, что они очень имеют большой эффект, потому что, ну что такое семья, полноценная семья, когда ребенок сирота и когда в его, например, получается, есть и братьки в этом доме, есть и сестры в этом доме, есть и папа и мама. Это очень дорого стоит. И в этом направлении будем дальше продолжать мою работу. Дети должны воспитываться в семье. Это скажет любой психолог и педагог. Поэтому каждый ребенок имеет право на настоящее детство в настоящей семье, а вместе с ним и на материнскую любовь и заботу. Анастасия Стропко, Виктория Дрогобецкая, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Вернуть сумму, эквивалентную 20% от стоимости купленного товара с начала этой недели, могут зарубежные покупатели Брестского центрального универмага. Такая возможность появилась благодаря внедрению системы Tax-Free. Сегодня гость нашего города может не только приобрести качественные и красивые сувениры и подарки себе и близким, но и серьезно при этом сэкономить, оформив в универмаге документы на возврат суммы налога на добавленную стоимость. Стоит только учесть несколько важных условий. Подлежат возврату НДС только товары со ставкой НДС 20%. Сигареты, алкоголь и подакцизные товары не подлежат возврату НДС. Для того, чтобы оформить чеки на возврат НДС, необходимо совершить покупку в течение одного дня в одном магазине на сумму от 800 тысяч рублей, что эквивалентно около 90 долларам США. В Бресте состоялась презентация еще одной молодежной инициативы – социального троллейбуса. Идея создания такого маршрута возникла в общественном объединении наследий еще в 2013 году. Для Беларуси этот проект уникален. Несмотря на перспективность и креативность инициативы, сразу реализовать ее в городе над Богом оказалось непросто. Однако долгие споры и переговоры, участие в конкурсах социальных проектов на соискании средств принесли свои плоды. И сегодня в социальном троллейбусе сможет прокатиться каждый желающий. Необычный троллейбус под кодовым номером 088 уже колесит по улицам города над Богом, меняя маршруты в соответствии с графиком. За день транспортное средство перевозит из так называемого пункта А в пункт Б несколько тысяч пассажиров. Руководство общественного объединения наследия уверено, что данный маршрут будет осуществлять не только социальную функцию, но и станет настоящим туристическим объектом и знаковой карточкой Бреста. На сценических подмостках Брестского театра кукол появился еще один заслуженный артист Беларуси. Обладателем этого почетного звания стал ведущий кукольник сцены Иван Герасевич. Блестящий актер и неповторимый мастер своего дела вот уже полвека радует зрителей всех возрастов и поколений искусством перевоплощения в любимых героев знаменитых литературных произведений. Сегодня Иван Герасевич – заслуженный артист Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины, играет в новой комедии «Самозванец». Без сомнения, ему предстоит перевоплотиться в героев еще ни одной театральной постановки, взять в руки ни одну куклу и, конечно, выслушать море оваций и криков «Браво» несчетное количество раз. «Чтобы ты передал свою душу куклу, когда в драмтеатре выходит актер, он в живом плане и мимика, и жестами, и глазами, а кукла она мертвая. Хотя есть куклы, которые работают и глаза, и ротики, и мимирующие куклы, но это не во всех спектаклях. Вот ты должен передать свою душу, свои эмоции на эту куклу». Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Так уж сложилось, что слова «брещина» и «ворота государства» – понятие неразделимое, и представить себе город над Богом без людей в фуражках в зеленой туре просто невозможно. Символом святости государственной границы, чести и воинского долга является для каждого военнослужащего форма пограничника. Носят они ее с гордо поднятой головой, поскольку Брестская пограничная группа имени Дзержинского – одна из лучших в Беларуси. В этом году 1-го мая военнослужащие славного рода войск отпразднуют свой 70-летний юбилей. За столь долгую историю в Брестской погрангруппе сложились особые правила, особые традиции. Но самое главное, что есть здесь много семей, которые носят особое звание – звание пограничной династии. Они измеряют стаж своей службы не годами, а километрами, причем каждый пройденный километр не просто расстояние от одного пограничного столба до другого, а своеобразная веха истории о пограничных буднях на передовых рубежах родины. С одной из таких молодых династий познакомилась Лариса Осмолович. О семье пограничников со звучной фамилией Строгановы смотрите следующий материал выпуска. Листая страницы семейного альбома Валентина Георгиевна и Иван Николаевич Строгановы, а имена они – родоначальники новой пограничной династии с такой звучной фамилией, вспоминают дни молодости, километры пройденных дороги, графические точки мест службы, знакомых и друзей Чита Строгановых горда тем, что именно вместе прошли через все тяготы военной жизни, вместе воспитали детей, которыми гордятся. Выпускник командного военного училища Алма-Аты Иван Николаевич был направлен на службу в западный пограничный округ, место дислокации – Брест. Там и встретил Валентину, именно ей на берегах Буга и рассказывал, как мечтал о службе на границе. Это почетная была профессия. Я не знаю, мне пришло это в детстве, наверное, еще где-то в классе шестом-седьмом. Наверное, литература, книги, вот это вот все. Подействовал, потом вот эти вот события тогда на китайской границе. Мне где-то лет 13 было, я уже тогда помню, что я осознанно хотел быть пограничником. Именно пограничником? Да, именно пограничником. В случае желания появилось еще тогда, в этом возрасте. Ну, затем я закончил Алматинское пограничное училище, поступил, закончил его. Начал службу здесь, в Брестском пограничном отряде. Вас прямо из училища отправили в Брест? Да, да. Сюда на нашу? В Западный пограничный округ отправили, вдвоем там с другом ехали сюда. Один попал во Львовский отряд, я в Брестский отряд попал. На первый заставу замполитным попал, кстати говоря. Но потом проходил службу здесь. Это же Ромка на первой заставе? И на 16-й я был начальником, Рома там замполитным был. Ну, я был на первый, на второй служил в Бресте. На 16-й, на 13-й был начальником заставы. Потом уехал в Карпаты, замкомендантов был. Оттуда уехал в Московский отряд, в Таджикистан. Там был начальником шабдесантного группы. А потом вернулся опять сюда. Жизнь – это служба, это граница, говорит Иван Николаевич. Сторит ему и супруга. Уж она-то точно знает, как сложно быть женой военного. Как непросто служить на границе. Романтика юности? Без нее никуда. Но со временем начинаешь осознавать, насколько ответственно и трудно служить именно на границе. Насколько невыносимо тоскливо ждать мужа со службы. Помогали дети, а их семье – двое, дочь и сын. Вы знаете, я как-то задала целый дом, посчитала, в какое количество квартир пришлось перенести вещи. Восемь было квартир. Но это мало. В общем-то, по меркам жены военнослужащих, это очень мало. Вы знаете, женой военного быть просто тревожно. Сложность одна. Тяжело всегда ждать. В первую очередь, наверное, адский тяжелый труд, как вы говорите, а потом уже романтика. Конечно, когда перед поступлением в училище, когда только мечта зарождалась, в общем-то, думалось больше о романтике. А потом, когда уже столкнулся со службой, то понимаешь, что это труд, 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 еще раз труд. Это не только собачка и границы? Да нет, это восприятие такое книжное границы, что там собака, КСП. Это и хозяйство, это инженерное оборудование, это работа с местным населением, это воспитание личного состава, это боевая подготовка. И другие, много других вопросов, которые связаны, в общем-то, надо быть и организатором, и много знать, и много уметь хозяйственником. В первую очередь, организатором надо, конечно, быть. Ну, у вас даже сейчас такой взгляд, такой, знаете, наверное, вы лидер в семье, да? Командуете и женой, и детьми. 30 лет почти в войсках, что же вы хотите. Команду училища закончил. По стопам отца пошел и сын. Роман, его будущее было предопределено. Он с детства мечтал стать только пограничником. Сегодня молодой офицер возглавляет Брестскую пограничную заставу номер один. Ответственный, строгий, четко знающий свое дело. Он по-товарищески относится к каждому офицеру и солдату. Так быть должно. Так учил отец. Именно отцовские наставления играют и сегодня определяющую роль. Роман Иванович, наш начальник первой прежней составы. Грамотный офицер. Умеет толково составить боевой расчет. Отправить солдат на службу. Поставить приказ. Можно найти общий язык с ним. А он человечный? Человек, он хороший. Проблем еще не было никаких. Умеет иногда понять. В разумных пределах. Ну, в общем, хороший мужик. Мне кажется, каждый парень должен служить в армии. Мне кажется, это долг родине. Должен каждый отдать. И воспитание мужества какого-то, правда? Да. Мужского мужества. И армия, кажется, ну, многое меняет. После армии человек меняется. Какой ваш начальник? Хороший, справедливый. Он, ну, как бы, ну, все для заставы делает. Многое. И, ну, как бы, под его руководством застава, ну, поднялась на хороший уровень. Ну, ну, мы им будем. Ну, мы им будем. Я стал стать, конечно. Почему? Потому что хотелось продолжить династию пограничников. Во-вторых, просто мое желание было таковым, потому что выбор был обоснован моей средой, где я проживал, будем так говорить. Вот, поэтому хотелось стать пограничником. А поподробнее среда-то какая была? Ну, всю жизнь пришлось провести, практически мое детство, вернее, провести на пограничной заставе, так как отец был начальником пограничной заставы. Вот, и до 97-го года прожил на пограничной заставе. Поэтому выбора другого у меня уже, наверное, не оставалось. Он видел, в общем-то, эту жизнь. Видел, чем папа занимается. Я отдавался службе, в общем-то. Поэтому он это все видел. Я хотел, конечно, этого. Ну, как хотел. Я, во-первых, не препятствовал. Я знал, что это будет тяжело, трудно. Но я его никогда не отговаривал от того, что если тебе это нравится, то иди. Потому что я лично ни одного дня нисколько не жалел, что я закончил пограничное училище, что прошел этот путь, допустим. Я думаю, что и он не пожалеет об этом. Если бы это время повернуть вспять? Я бы тот же путь и выбрал бы. И поступил бы опять в пограничное училище. Самое главное, это то, что он в этих условиях жил, был пример отца, а все остальное дополнял. Ну, и окончательный выбор, вот, он все-таки сделал свой, я считаю, что правильно. Я вот даже с позиции женщины смотрю сейчас на его службу, на его отношения, в первую очередь, к службе. И я верю и очень надеюсь, что из него будет толковый офицер. Для Романа Строганова застава его жизнь. Да, со своими сложностями, но он без нее никуда, молодой командир, с утра на ногах. Ведь застава – это большое хозяйство, нужно все успеть, во всем разобраться, если надо, навести порядок. А еще нужно развод провести, отправить наряд. На защиту рубежей еще очень много всего, где главное слово – надо. И опять же, так учил и продолжает учить отец. Застава – это подразделение органов пограничной службы, которое непосредственно охраняет государственную границу. Да, есть у нас хозяйство свое на пограничной заставе, без этого нельзя, это давние традиции пограничников. Потому что есть вещи, которые должны обеспечивать пограничную службу, мы обеспечиваем. На заставе есть субъекты, которые обеспечивают пограничную службу. Поэтому нельзя так громко говорить, что это колхоз. Нет, сравнивать с этим нельзя. Но это очень большая, как бы так выразиться даже, не знаю, сравнение такого привести, наверное, нельзя. Застава – одним словом, это застава. Это застава. Ее нужно пройти, чтобы понять, что это такое. А передать словами – это невозможно. Им не до просмотра футбольных матчей, потому что они в первую очередь, у них разговор о работе, о службе. Потому что для Ромы я вижу, и это очень важно, отец, не только отец, он еще и друг, он еще и коллега, он еще и старший наставник. Он советуется с отцом, когда это надо, потому что он видит, что у отца очень богатый жизненный опыт, большой служебный опыт. И он этим очень разумно пользуется. Ну, а когда я смотрю на них, вы знаете, я думаю, что не напрасно все это, не напрасно. Потому что, наверное, самое главное – это когда видишь, когда сидят муж и сын, и ведут себя как не просто родные и близкие люди, а как коллеги, как единомышленники. Вот за это и радуюсь. А еще каждый пограничник знает, что дома у него должен быть надежно защищенный тыл. Женщины в семье Строгановых крепость свою обороняют толково. Жена Романа Марина, хоть и молодая, но уже опытная супруга, во многом благодаря наставлениям свекрови. Верно ждется, переживает, умеет выслушать и поддержать. А главное – любит так, по ее же признанию, что сердце каждый раз замирает. У меня никого нет из родственников военных, поэтому я ничего не знала про это. Он мне немножко рассказывал, подготавливал, подготавливал постепенно. Также отец его, бывший военный, бывших военных не бывает, но тем не менее, служил. И мать его тоже служила, жила, так же, как и мы сейчас. Поэтому и они мне уже потом рассказывали, тоже подготавливали. Поэтому я готова была. Когда у меня и сын выбирал жену, я ему говорила, сын, а ты в первую очередь должен хорошо понимать, что ты выбираешь не просто жену, а жену военного, жену пограничника. Потому что в отличие от жен гражданских, предстоит, в общем-то, ездить. Ну, сейчас, конечно, это все проще, как сказал муж, но тем не менее, не каждая женщина это выдерживает. Династия пограничников Строгановых звучит. А впереди у молодых членов семьи еще учеба в Академии. Роман собирается поступать в этом году. Свои планы, свои желания и чаяния, которые обязательно поддержат умудренные жизнью родители. И главное, что в мечтах продолжат династию родить сынов и внуков, которые также будут носить высокое звание защитника Отечества. Конечно, мне бы хотелось в глубине души, чтобы и мой сын там продолжил какие-то традиции пограничные, семейные наши. Я думаю, что первый внук у меня будет, наверное, так предполагаю уже. Вот, ну, мы будем рады и внуку, и внучке. В общем, чем больше внуков будет, тем лучше, наверное. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Коты. Пушистые и ласковые, милые и добрые, грациозные и неугомонные. Каких только эпитетов не достаивают эти гордые и прекрасные животные. Практически в каждом доме живет такой природный антидепрессант, радуя хозяев сытым урчанием и мурлыканием, которым многие приписывают лечебную силу. Любовь людей к этим созданиям порой не умещается ни в какие рамки и не имеет границ. А потому настоящие катаманы не смогли отказать своим питомцам в отдельном празднике. Так появился Всемирный день кошек, который отмечают 1 марта. Как к этой дате подготовились брестские кошатники? Чем можно полюбоваться на выставке в Краеведческом музее и где найти себе пушистого друга, если его пока нет, но очень хочется, узнавала наш корреспондент Анастасия Стропко. Картины и рисунки, статуэтки и фотографии, игрушки и подделки. Коты различных форм, окрасов, размеров и настроений сегодня являются настоящим украшением выставочного зала Краеведческого музея города над Бугом. Более 170 экспонатов как из частных коллекций, так и из фонда музея готовы встречать и радовать посетителей настоящими кошачьими эмоциями, удивлять разнообразием и красотой и дарить позитив. А иначе не могло и быть. Коты, прирученные человеком по подсчетам ученых более 9,5 тысяч лет тому назад, с самого начала прочно обосновались в сердцах их хозяев. Мы соскучились по весне, поэтому к первому весеннему дню, который, как ни удивительно, но во всем мире отмещается как международный день кошек, мы решили открыть кошачью выставку, чтобы поднять настроение, чтобы пробудить в людях какие-то добрые чувства. В том, что выставка будет пользоваться популярностью и полюбиться брещанам, нет никаких сомнений. На открытие, которое состоялось накануне, был настоящий аншлаг. Любители и профессиональные кошатники, а также коллекционеры и гости экспозиции с удовольствием делились эмоциями и впечатлениями. Среди восторженных отликов были и выраженные в необычной рифмованной форме. Какой такой моторчик мне заводить не лень, какой такой моторчик работает весь день, мне нужен выключатель, рубинник или шнур, рукой его поглажу и заведется мур. Когда со школы грустный прихожу домой, меня встречает всегда мой кот родной. Первым делом иду на кухню. Мой кот самый лучший, ну чё, про тебя же я читаю. Не мешай, не мешай, а я раз-два этот трек про кота, про политику, любовь мне читать некогда. Брачок, кот для меня много значит, вот я тебя люблю, е. Однозначно, в детстве я водил домой со двора котов, кормил, короче, помогал, чем мог, и до сих пор в моем сердце любовь котам и жалась к тем, кто бегает по подвалам. Мало можно найти людей, которые останутся равнодушными, когда маленький пушистый комочек, настоящий несколько сотен грамм счастья, мурлыкает на руках, успокаивая своего хозяина. Несмотря на всю строптивость, а иногда и своенравность характера, трудно найти более благодарных и преданных животных. Именно такая взаимная привязанность, однажды начавшись, может длиться не одно десятилетие, при этом обретая и новые формы, когда люди собирают целые коллекции различных произведений искусства, посвященных своим любимцам. Коллекцию начала собирать, наверное, уже лет 40 тому назад. Где-то начиналось с открыточек, в которых там двигались глаза, ну а потом уже пошли более какие-то вещественные изображения. Помимо удовольствия эстетического, выставка в этом году готова принести и практическую пользу тем, кто находится в процессе поиска своего питомца. Общественное объединение помощи животным «Доброта», участник выставки, предоставило информацию о кошках и котах, которые еще ждут своих хозяев. Ведь любой кошке, пусть даже она и делает вид, что довольна положением дел, когда приходится гулять самой по себе, все же нужны добрые и заботливые руки. А потому не упустите свой шанс подарить теплой любовь, и вы непременно получите ее обратно в трехкратном размере. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье 2 марта погоды в Беларуси в основном будут формировать влажные воздушные массы, поступающие с юга Европы. По весеннему комфортная погода ожидает брещан. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман и гололед. На дорогах гололедится. Температура воздуха минимальная ночью составит 0,2. Максимальная днем до 7 градусов выше нуля. В понедельник 3 марта республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Первый рабочий день в Брестской области будет пасмурным, неуютным. Но осадка в синоптике не прогнозируют. Ночью и утром местами по республике слабый туман и гололед. На дорогах гололедится. Температурный фон в течение суток будет колебаться в пределах 0,8 градусов тепла.